всем привет на канале old dutchman вторая часть видео которое вышло сегодня 19 апреля 24 года в 7 часов утра в этом видео я рассказывал о беженцах из африки избивших своего африканца у которого на шее висел крестик и избивших охрану и я обещал что как у меня будут подробности сделаю второе видео так вот второе видео выходит уже сегодня вечера значит как я уже вначале говорил в прошлом в прошлой части что знакомый у меня есть в полиции работает и он мне может рассказать более подробно в деталях что случилось что послужило причиной этой драки почему охранники не справились и какие последствия уже были после вот этой вот драки и так далее так вот маленький экскурс в первую часть в общежитии для беженцев у нас в городе в реггенсбурге несколько беженцев из туниса подошли к своему скажем так земляку увидев у него на шее крестик сказали чтобы он снял крестик потому что это идет в разрез с их мусульманской вот это вот религии они требуют чтобы он снял этот крестик он отказался снимать этот крест и они начали его избивать когда вписалась в это дело охрана пять человек охраны нет шесть человек охраны вписались в это дело набежала толпа 20 человек все выходцы из туниса с битыми бутылками с поломанными стульями отметили ли охрану так что троих человек из охраны при вынуждены были увезти в больницу оказывать им медицинскую помощь троих потом полиция вернее полиция а у скорая помощь приехала уже обрабатывала так сказать на месте амбулатором раны были не тяжелые значит вызвали полицию приехала полиция несколько машин дошло до того что всю эту толпу 20 человек неуправляемых вот этих вот уголовников из туниса я потом расскажу подробнее них пришлось успокаивать при помощи огнестрельного оружия до применения огнестрельного оружия дело конечно же слава богу не дошло мне вот этот человек из полиции сказал что это слава богу говорит ягод только второй раз жизни говорит доставал свой ствол но говорит ситуация была такая что я вынужден был его достать и предупредить если сейчас они не успокоятся я начну стрелять на поражение в общем показали пятерых самых зачинщиков вот этой драки отправили их в кпз что произошло дальше в полицейском участке один из этих вот пятерых самый наверное главный или еще кто-то не знаю кто бился головой об решетку орал кричал чтобы его выпустили что в общем там обзывал и полицию обзывал и германию и всех христиан поносил и так далее и сказали что у нас уже складывалось такое впечатление что мы должны вызвать психиатричку и отправить его психиатрическое отделение потому что это было невыносимо несколько часов подряд смотреть и слушать как он себя ведет как он бьется головой об вот эту вот решетку руками кулаками долбит по этой решетке по факту чуть ли ну как бы самоубийца в общем против всех вот этих вот зачинщиков драки в этом общежитии по факту вот этого преступления прокуратура завела уголовное дело как там будут развиваться с ними вот эти вот ситуация дальше я не знаю но хотелось бы немножечко сказать по вот этим беженцам из туниса я в первой части видео говорил что у нас вот этот анкер-центр он рассчитан на 150 человек в статье сегодня я читал в газетной что этот анкер-центр у нас оказывается рассчитан на 270 на 300 человек сейчас там живут 270 человек 40 из них выходцы из туниса уголовники бежавшие из туниса от правосудия в поисках прибежища в поисках пристанища будь то политического или еще какого-то в надежда на то что их здесь не поймают и им все это будет сходить с рук значит на всех 40 беженцах выходцах из туниса висят на данный момент за время пребывания их здесь в германии висят на них по четыре по пять а то и по шесть уголовных дел почему а их не выдворяют из страны почему их не сажают за решетку просто это непонятно это не поддается никакому объяснению в статье в газете было написано что как можно было в центре города разместить в общежитии уголовников нападающих на людей с ножами с разбитыми бутылками избивающих людей среди бела дня пытающихся насиловать женщин или девушек среди бела дня как можно где были мозги у этих властей что когда они размещали вот этих вот 40 тунисских уголовников в центре города в общежитии я скажу ребята вам что у нас город относительно спокойный относительно спокойный криминал если бы не вот эти вот господа беженцы был бы практически на нуле потому что если у нас 1 2 3 месяца где-то кому-то на дискотеке набьет морду это криминалом не считается но то как ведут себя вот эти вот ушлепки это это просто ужасно это действительно просто ужасно потому что раньше у нас тут такого не было и хочется надеяться что в следующем году когда у нас будут выборы в бундестаг по всей стране будут тоже локальные вот эти вот выборы хочется верить что придут к власти действительно умные здравомыслящие политики которые не допустят опускание страны как говорится ниже плинтуса вот и всеми вот этими вот выходцами из африканских стран из каких-то там ближневосточных поселений или еще кого из чего-то потому что ну действительно это у нас получается превратили за последние 10 лет страну в черте что и сбоку бантик если уже нам запрещают использовать в государственную символику вот в этом году будет чемпионат европы по футболу и бургомистр берлина выступил с заявлением с требованием к бундестагу о том чтобы запретить на время проведения чемпионата европы по футболу использование немецкой государственной символики то есть обычного немецкого трехцветного флага мотивируя это тем что другие люди допустим те же самые беженцы скажем так из туниса из алжира из эритреи или еще фиг знает откуда могут чувствовать себя дискриминированными и ущемленными в человеческих правах при виде немецкого флага ребята у меня сразу вопрос задается так вот а ничего что вы блин приехали в страну блин в которой говорят на другом языке на немецком блин языке вы мусульмане блин приехали в страну которая блин к мусульманству имеет только чисто скажем так гипотетическое отношение это христианская страна ничего что вы сюда приехали что вам блин платят блин ваши пособия из налогов тех людей которые работают ничего да это вас не ущемляет ни в каких не человеческих правах не дискриминирует вас как мусульман или еще кого-то я знаете я просто поражаюсь тому как у нас вот сейчас благодаря этому правительству стали унижать местное население это просто ужас в общем все что я хотел сказать вот в этом видео дополнить тему начатую в утреннем выпуске дополнить эту тему сейчас вот этим вечерним выпуском сегодня 19 апреля 2024 года драка в этом общежитии происходило в среду то есть позавчера сейчас я перекрестка когда съеду с моста я буду проезжать вот это вот общежитие я вам покажу вот эту общагу в которой произошла собственно вот это вот сумасшедшая драка значит вот смотрите ребята сейчас вот будем подъезжать не к светофору вот по правой стороне вот от песочного цвета здания это бывшие военные казармы бывшая воинская часть вот посмотрите вот это вот здание выходит из-за перегрузки справа там где стоит вот этот митсубиси моргает вот в этом вот здании живут беженцы выходцы из афганистана из сирии из туниса из алжира ведут себя скажем так ну не толерантно по отношению к тем кто предоставил им убежище вот такое вот у нас положение вещей в общем не забудьте подписаться на этот видеоканал поделиться видео с друзьями оставить лайк свой адекватный комментарий да и конечно вот совсем забыл завтра я все-таки еду на вот этот вот чемпионат европы и мира по кикбоксу тайбоксу потому что там будет сразу там от 12 до 15 поединков будет проводиться и вначале будет проводиться чемпионат европы по по моему по кикбоксу среди женщин и в самом конце будет вот этот вот поединок название чемпиона мира по кикбоксу вернее по тайскому боксу в котором будет принимать участие мой коллега вот леандр гонега я я предупредил я них не предупредил я договорился о том что я буду снимать видео я попытаюсь сделать прямую трансляцию уже на месте определимся если возможность такая будет действительно я буду снимать все это на видео нет ну нет так нет чем сделаешь придумать что-нибудь другое в общем всем удачи не болейте пока